сегодня мы поговорим на тему замены коронок когда она требуется почему и что же такое вообще коронки коронка это колпачок на зуб который изготавливается из керамики для того чтобы либо восстановить эстетику либо восстановить функцию зуба предотвратить его разрушение или восстановить уже удаленный зуб в каких же случаях уже установленную коронку нужно заменять первое это эстетические показания например когда вокруг десны образовался серый кантик то есть у вас установлена металлокерамика и она дала окрашивание темной десны второй эстетический момент когда коронки не подходит к своему цвету зубов и она сильно выделяется третий момент он функциональный когда постоянно забивается еда возле коронки вы чувствуете неприятный запах вам нужно постоянно вычищать оттуда зубной нитью или зубочисткой кусочки еды тогда эта коронка также идет под замену следующая причина функциональная когда коронка просто раскололась с ней что-то случилось вы надкусили что-то и кусочек керамики с нее отклеился это тоже показание к замене последнюю же причину может увидеть только доктор при осмотре когда коронка не плотно прилегает к зубу есть очень большой риск разрушения зуба под коронкой потому что туда постоянно забивается еда вы не можете вычистить оттуда и там начинается патологический процесс кариес который дальше приводит к разрушению зуба коротко пройдемся потому какие коронки есть сейчас в стоматологии первый вариант он самый экономичный но не долговечный это металлокерамические коронки их плюс в том что в общем то можно восстановить светлую эстетику зуба но проблема в том что металлокерамические коронки делаются на основе колпачка из металла и проблемы могут быть с эстетикой возле десны образуется темный кантик с течением времени а также металлокерамические коронки имеют свойство со временем отходить от зуба и туда попадает еда поэтому мы практически не используем металлокерамические коронки своей практике другой материал это безметалловые коронки то есть керамические на данном этапе развития стоматологии в мире это самый лучший материал для восстановления зубов коронками почему керамическая коронка такая же прочная как и свой зуб по эстетическим показаниям она великолепно вписывается в цвет соседних зубов и никто даже не заметит что у вас есть какие-то керамические реставрации и самое главное ее преимущество керамическая коронка герметично фиксируется к зубу и под ней не образуется ни кария зуб не разрушается если все зафиксировано по правильному протоколу как происходит замена коронок в нашей клинике первый визит он всегда консультационный либо диагностический мы смотрим что произошло с вашей коронкой и и снимаем смотрим количество оставшихся зубов под коронкой и делаем ревизию каналов если она понадобится конечно же все под контролем компьютерной томографии следующий этап мы восстанавливаем зуб правильную форму герметичную чтобы в каналах не было инфекции все промываем восстанавливаем зуб под новую коронку и снимаем слепки либо сканируем новую форму зуба дальше короночка новая изготавливается в лаборатории и на следующий визит мы фиксируем ее в полости рта как же ухаживать за керамическими коронками для того чтобы они прослужили долго-долго первое это обязательно регулярная домашняя гигиена вы должны прочищать зубки ирригатором флоссом и зубной щеткой с пастой также приходить к доктору на контрольный осмотр раз в 4-6 месяцев и на профессиональную гигиену полости рта для того чтобы доктор посмотрел если у вас налет под десной убрал все камушки минерализованный зубной налет я рекомендую проходить контрольный осмотр у стоматолога раз в 6 месяцев всем людям потому что бывает такое что вы не заметили что в полости рта что-то скололось свой зуб коронка где-то какой-то нюанс можно упустить и если долго не появляться у доктора то под коронку начинает забиваться еда начинается воспалительный процесс и вместо того чтобы просто поменять эту коронку вам придется перелечивать зуб или в некоторых случаях даже его удалять и ставить имплантат потому что восстановить его невозможно поэтому мой совет не запускайте свои зубы и регулярно приходите на профессиональную гигиену и контрольный осмотр врача-стоматолога